Друзья, всем привет! Вы на канале Марина Жукова. Я рада вас приветствовать! Сегодня я к вам с полезным видео. Хочу вам рассказать о способе, который очень хорошо удаляет пятна с кухонных полотенец, сделает их более яркими, устраняет неприятные запахи. Надеюсь, что видео окажется для вас полезным. Найти меня и пообщаться вы можете на моей страничке в Facebook, группе Одноклассники, ВКонтакте и также на странице Яндекс.Дзен. Поэтому, друзья, обязательно подписывайтесь. Покажу вам полотенце, которое буду отстирывать. Смотрите, вот такие вот на них пятнышки. Так, следующее полотенце тоже чистое, но вот здесь вот такое пятно, которое я не смогла отстирать. Вот это полотенце я чаще всего использую как прихватка, тоже все в сплошных пятнах. Далее моя любимая кухонная салфетка. На ней пятно, которое я ну никак не могу отстирать. Стирала это пятно уже, наверное, раз в 20 и оно, знаете, даже на процент не становится бледнее. Поэтому, если оно хотя бы немножко станет менее заметным, то это будет уже очень-очень здорово. Вот такое вот полотенце тоже все в пятнах. Здесь тоже очень много пятен. Ну, кухонные полотенца, они, конечно, постоянно мараются. Пятен на них всегда много. Вот очень грязное полотенце, тоже такие большие пятна. Вот здесь пятно. Вот такие вот образцы буду стирать. Ну, а теперь давайте перейдем к способу. На 10 литров кипятка необходимо добавить полстакана порошка. Можно чуть больше, если порошок у вас для машины автомат. Порошок абсолютно любой. Дальше 2-3 столовые ложки абсолютно любого отбеливателя. Можно добавить даже жидки. Дальше добавляю 2 столовые ложки подсолнечного масла. Все хорошо перемешиваю. И нужно добавить 2 столовые ложки уксуса 9%. Добавлять его нужно аккуратно. Теперь в этот раствор опускаю полотенце. Закрываю крышкой и оставляю полотенце в кастрюле на ночь. Итак, белье у меня было в растворе всю ночь. Давайте покажу вам первоначальный результат. Смотрите, во-первых, какой темной стала вода. И смотрите, насколько посветлели полотенце. Вот это полотенце было все желто-серое. Мне кажется, оно стало значительно светлее и даже ярче. Пятна я пока не оцениваю, потому что часть пятен удалилась, часть стали мягкими. Конечный результат будет виден после стирки. И мне очень хочется вам показать вот эту салфетку с огромным пятном. Смотрите. Остался небольшой след от этого пятна, но я думаю, что при стирке пятно полностью отстирается. Единственное, я не знаю, полиняла салфетка или нет, но тоже посмотрим после стирки конечный результат. Сейчас все полотенце я переложу в стиральную машину. Буду стирать при 40 градусах и сделаю до полоскания, чтобы выполоскать хорошенько масло, остатки порошка. Полотенце чистое, я их еще не сушила. Так, давайте смотреть. Первое полотенце. Смотрите, какой яркий цвет. Вот в этом месте было большое пятно. Пятно отстиралось. Остался небольшой, такой еле заметный след. Здесь тоже было огромное пятно. Оно значительно отстиралось. Следующее полотенце. Смотрите, тоже большая часть пятен удалились. Здесь было огромное пятно темное. От него остался небольшой след. То есть остались такие еле заметные следы. Я думаю, что если еще несколько раз этим способом постирать полотенце, то пятна, в принципе, можно сделать совсем еле заметными, либо удалить полностью. Мне кажется, результат очень даже хороший. Затем вот это полотенце. Смотрите, как оно освежилось. Пятна остались. Вот здесь вот еле заметное пятно. Вот здесь вот пятнышко осталось. Но общий внешний вид полотенца, конечно, преобразился. Оно стало более свежее. Нет абсолютно никакого запаха. Поэтому я результатом довольна. Следующее полотенце тоже смотрите, каким ярким оно стало. И значительно удалились пятна. Пятна у меня все были застарелые. Полотенце я вам изначально показывала чистые. То есть то, что я не смогла отстирать. И вот с помощью этого способа, хотя бы какую-то часть сложных пятен я смогла удалить. Вот это полотенце, мне кажется, вообще великолепно отстиралось. Вот здесь вот еле заметный след от пятна. И вот в этом месте тоже еле-еле заметное пятнышко. Но полотенца у меня еще влажные. Когда они высохнут, пятна станут еще менее заметными. Ну и, конечно, мой самый большой восторг, это вот эта салфетка. Еле-еле заметный след остался от пятна. В принципе, можно сказать, что пятно полностью удалилось с ткани. И салфетка не полинялась. Здесь как был белый цвет, так и остался. Поэтому я вообще очень довольна этим способом. И очень мне понравилось, как отстиралось вот это полотенце. Смотрите, какое оно стало свежее. Вся серость, желтизна удалилась с тканей. Пятен нет абсолютно никаких. То есть чудесно отстиралось вот это полотенчико. И последнее полотенце. Оно тоже хорошо освежилось. Смотрите, абсолютно нет пятен. Цвет такой свежий стал у полотенца. Друзья, вот такой вот хороший проверенный способ. Настоятельно вам его рекомендую. Отлично отстирываются полотенчики. Удаляются пятна, запах. Цвет становится более ярким. Рецепт этого способа я напишу под видео. Кому интересно, обязательно пройдите, посмотрите. Если кто-то постирает полотенце с помощью этого способа, напишите, пожалуйста, ваш результат. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение. На этом сегодня все. Всем вам большое спасибо за просмотр. С вами была Марина Жукова. Скоро увидимся. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok